Пять, четыре, три, два, один. Все ответы знаны, спасибо. Монотонный гул обсуждения, напряженные лица игроков. Все указывает на то, что в зале идет интеллектуальная борьба. Команды со всей России собрались в Архангельске, чтобы сразиться за кубок Ломоносова. Внимание, вопрос номер 48. Герой исторического романа, делая это самой дорогой и известной блудницей Мадрида, помогал раскрыть немало заговоров. Ответьте одним словом, что же он с ней делал. Фестиваль получил статус «Этапа Кубка страны», поэтому победитель турнира «Что, где, когда» получит прямую путевку на Всероссийский чемпионат. Несмотря на всю серьезность происходящего и сложность вопросов, ведущий с легкостью разряжает обстановку. Ну что, типа неприличное? Беда. Команды так радовались, я думал, что-то придумали. И, видимо, придумали правильный ответ. Ну, герой католический священник, и, соответственно, он ее исповедовал. Фестиваль интеллектуальных игр проходит в Архангельске уже в третий раз. Расширяется география. Вместе с ней растет и уровень команд. В этом году шансов меньше, потому что команды приехали более сильные. Например, московская команда «Джокер» занимает 22-е место в мире. Для сравнения, лучшая команда нашей области, брейнозавры из Архангельска, они занимают 200-е место примерно. Конкуренцию таким командам составить крайне нелегко, учитывая их богатый опыт в турнирной борьбе. Тамара Ливандовская – игрок с 30-летним стажем, участник всероссийских чемпионатов и телевизионной версии своей игры. Их команда начинала еще в те годы, когда в Архангельске играли в основном школьники. А мы решили создать свою команду вполне себе взрослую. С одной стороны, мы для них динозавры, с другой стороны, с мозгами получились брейнозавры. Еще одна команда с богатым стажем приехала из Москвы. «Джокер» в этом году отпразднует свое 20-летие. Интерес к игре возник сперва как школьное увлечение, а позже перерос в серьезное хобби. Играть интересно, да. Но это как хобби, как рыбалка, условно. Для меня это такая аналогия. То есть рыбаки, они с возрастом не говорят, ой, я уже щуку поймал, я окуню поймал, и вот сама вытащила 10-килограммового, все, ухожу на лыжи. Вот примерно так и у нас. Конкурировать с такими командами очень сложно. В турнирной таблице лидеры идут друг за другом, наступая на пятки. В итоге победителем «Что, где, когда» Кубка Ломоносова стала команда «Нормана» из Мурманска. А «Джокер» и «МГ-9», занявшие второе и третье место, вошли в предзачет Кубка страны. Таисия Машкова, Петр Меншиков, Артем Юдин, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.